24 сентября 1938 года с Щёлковского аэродрома взлетел двухмоторный самолёт АНТ-37 «Родина». Командир экипажа Валентина Грязодубова, второй пилот Полина Осипенко, штурман Марина Роскова. За 26 часов 29 минут беспосадочного перелёта на Дальний Восток было преодолено расстояние 6450 км и установлен международный женский рекорд дальности полёта. За этот подвиг все три лётчицы, первыми из женщин нашей страны, были удостоены звания Героя Советского Союза. Сегодня на этой площади все поколения нашего Щёлковского района. И эти памятники, которые мы открываем женщинам, лётчицам, они от благодарного поколения, от нас, от всех. Мы должны понимать, что такое память, мы должны понимать, что такое история, и мы должны осознать, что такое 26-часовой перелёт этих женщин-героев. Это наша дань уважения, это наша историческая память. И мне очень хочется, чтобы по этим дорожкам проходили семьи, мамы с детьми. Они подходили, читали таблички на бюстах, вспоминали нашу историю и всегда помнили и верили, что мы великий русский народ. Сегодня, когда мы в нашей прекрасной Чкаловской, а Чкалов провожал в сентябре 1938 года этот героический экипаж из трёх полёт, мы сегодня открываем бюсты. Это первые бюсты женщин-героев Советского Союза. И вот почётные гости, среди которых известные лётчики-испытатели, ветераны войны, конструкторы ОКБ имени Туполева, руководство Щёлковского района и города Щёлково открывают три бюста, выполненных в единой стилистике. Их автор – известный скульптор Салават Щербаков. Он тоже приехал на церемонию открытия своих творений. Наступает время возложения венков к новым монументам на аллее Героев Чкаловском и, традиционно, к вечному огню у памятника, отдавшим жизнь за нашу советскую Родину. Открытие памятных монументов героическому женскому экипажу стало завершающим этапом установки бюстов героев, связанных с Ощёлковской землёй. В будущем году благоустройство аллеи Героев продолжится.